Вот этот мощный красавец, пожалуй, самый известный белорус в мире. О его достоинствах знают на всех континентах, а его портрет в свое время попал даже на вьетнамские деньги. В этой стране нашего соотечественника считают символом прогресса. Каждый десятый трактор в мире сделан на Минском заводе, предприятии с богатой историей и индустриальными традициями. МТЗ на неделе с размахом отметил свое 76-летие. Год хоть и не юбилейно, но весьма значимый. Новый фирменный стиль и высокие цели, с чего стартует новый виток в истории завода и что будут менять в выпуске легендарного трактора. Об этом далее. Наш кормилец. Именно так на Минском тракторном заводе называют белоруса. Но работает трактор не только в нашей стране, а на целых пяти континентах света. По данным ООН, белорусский трактор попадает в топ-15 всего мирового тракторного производства. Даже в нынешних условиях работает белорусский трактор. Мы помним задачу, которую поставил наш президент, 30-30-30. Мы все это время идем в этом направлении. По итогам прошлого года Российская Федерация составила 36%. Но это не говорит о том, что мы уменьшили производство. Мы каждого года наращиваем объем производства и выпускаем новые модели. Но на рынке не так свободно, тесно, есть много конкурентов, поэтому качество, цена должна соответствовать. Руководство Минского тракторного завода понимает, что все эти достижения невозможны без слаженной работы трактора заводцев. Именно для них торжества ко дню рождения предприятия. Самым массовым и долгожданным стал традиционный квест «Форт Беларусь». 250 самых активных сотрудников сразились в скорости, меткости, а самое главное – в смекалке. Уже второй раз мы его проводим. Считаем, что вот такая внутренняя коммуникация очень помогает нашему коллективу сплотиться. Квест, ну, собственно говоря, это как любой другой квест. Нужно выполнять задания, нужно проходить какие-то препятствия, нужно интеллектуально участвовать в разгадывании каких-либо кроссвордов или ребусов. И, собственно говоря, получать за это специально сделанные для этого монетки, пазл собрать. И, ну, чем больше монеток получишь, чем быстрее это сделаешь, тем, собственно говоря, и победишь. Ящерец. Перепаха, лягушка. Лягушка. Третье слово. Стараемся всем дружным нашим коллективам. Спасибо организаторам нашего большого дружного коллектива под названием «Тракторный завод» за то, что для работников проводят такую очень интересную программу. Вот. Хотим победить. Еще одним сюрпризом для всех стала презентация обновленного фирменного стиля завода. На предприятии не говорят о ребрендинге. Скорее, о трансформации всеми привычного визуального и ассоциативного восприятия. Теперь не «Беларус Минск Тракторс Ворк», а «Беларус Тракторс». В этом разделе мы видим базовую применяемость, различные рекламные продукции, графической упаковки, оформление буклетов. Стиль получился яркий, эмоциональный, сбалансированный. В тот же момент он понятный и доступный каждому в любом регионе, где мы представлены. Мы вдохновлялись родной землей Беларуси, горизонтами, рисунком полей, графикой обработки почвы. Это легло в основу новой айдентики нашего бренда. После презентации фирменного стиля на проходной Минского тракторного завода открылся магазин мерча «Беларусь Тракторс». Представленные там товары стали наглядным примером использования нового корпоративного стиля завода, обновленной спецодежды и мерча. Сегодня мы, наверное, первые республики Беларусь, которые действительно презентовали новый фирменный стиль, новые черты нашего трактора. И вот, наверное, благодаря этому мы еще более поколения, десятилетия сможем в дальнейшем продвигать, и он будет виден в любом уголке планеты издалека. Минский тракторный традициям не изменяет. Каждый свой день рождения завод превращает в настоящий праздник для всех. Не стал исключением и 76-й. В воскресенье каждый желающий смог свободно посетить шесть цехов производства. В этом году мы добавили несколько цехов для осмотра нашим гостям, сотрудникам и, главное, детям. Чтобы все-таки была семья тракторозаводцев, она росла. И дети, когда будут заканчивать школу, звонят и к нам. Я увидел, как здесь строятся тракторы. Мне понравилось сильно. Вот даже немного захотелось здесь работать. Мне больше всего понравился главный конвейер. Я узнала много чего нового. Как собирают трактора, как они работают. Тут работает мой папа, поэтому я узнала еще больше. Дело в том, чтобы дети понимали, что есть не только IT-сфера, не только компьютеры, а есть те, кто выпускает данную продукцию. Они тоже граждане своей страны, которые ежедневно своим доблестным трудом достигают и делают так, чтобы наша страна была прекрасной и красивой. На пяти континентах возделывают землю с помощью белорусского трактора. И вот это словосочетание «белорусский трактор» стало именем нарицательным, как итальянская пицца или швейцарские часы. Минский тракторный завод делал и будет делать народный трактор. Понятный, удобный, честный по соотношению цена-качество. Потому что на предприятии понимают, насколько это непросто и затратно работать на земле. Но пока это единственный способ быть в безопасности, продовольственной безопасности. Для начала накормив себя и свою семью. А там глядишь и всю планету.